Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. И мы решили сегодня с Пусей с вами немножко пообщаться на вязальные и околовязальные темы. Вот такая погода у нас за окошком. Немного потеплело, но тем не менее еще как-то некомфортно и холодно. Обещают потепление. Будем, конечно же, ждать. Итак, мои хорошие, сегодня решила поделиться с вами вот такой очередной красотой. Показать вам эту кайму, но основная тема ролика будет это незаметная смена нити, если вы вяжете нитью разных тонов. Решила показать вам, как я это делаю. Совершенно недавно, спонтанно для себя открыла этот способ. Не претендую, что он правильный, хотя, по моему мнению, правил в вязании не существует. В общем, поделюсь этим своим новым открытием. И хочу показать вам вот такую кайму. Скорее всего, ее я и оставлю сейчас. Как бы, ну, это такой экспериментальный вариант, но, на мой взгляд, он сюда очень хорошо подходит. Так что напишите мне, как вы считаете, уместно ли здесь эта кайма. По мне, так она очень даже хорошо сюда вписывается. Ну, давайте сейчас немножко о кайме. Филей на вязание. Кстати, вот, несмотря на, вот, казалось бы, такую простоту этой каймы, требует определенного внимания. Пыталась как-то я вязать и что-то смотреть на ютубе какие-то ролики. В общем, сбивалась, распускала, благо, что она не такая широкая. И, как бы, распустить там 2, 3, да даже 10 рядочков, это не так страшно. Так что эта кайма требует, ну, такого внимания. Нужно все внимательно здесь вязать. Вяжется не очень сложно. Но, опять же, я, сегодня у меня нет схемы, распечатанная схема будет завтра. И, если вам интересно, я, конечно же, покажу, как она вяжется. Я здесь немножко изменила, заменила, во-первых, столбик с одним накидом, который я нашла на схеме, на столбик с двумя накидами. Ну, и, естественно, увеличила вот здесь количество воздушных петель. Вот в этом узоре, ну, не знаю, ананасик маленький, паучок. В общем, опять же, все поменяла. Так что, если интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. И по активности под этим видео я пойму, нужно делать мастер-класс этой каймы или нет. Или, может быть, просто оставить вам схему этой каймы. Вяжу я кайму крючок единица. И пряжа здесь моя любимая итальянская пряжа ирис. 900 метров на 100 грамм. Пряжа очень-очень тоненькая. Для кружева она просто как нельзя лучше подходит. Из нее же я вяжу платье черная магия. Кстати, в центре. Ох, как она бросилась-то. Пуся, что там? Птичка? Птичка там? Ты нам мешаешь, да? Мешаешь рассказывать нам? Что там такое? Там птичка летела, а ты ее не поймала. Где птичка? Лови птичку скорее. Где она, птичка, бессовестная? Не дается, пусть и в лапки. Только не свали пепельницу, Лешка. Ой, улетела. Улетела птичка. Вот она. Ой, 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 ой. Голубь полетел. Никак не поймать птичку. Ой, заметалась, заметалась. Вот он бессовестный. Улетел. Все, пусечка. Ой, вот он. Ой, скорей лови. Где он там? Представляете? А, вон он сидит. Вон он сидит на балконе в соседней нашей квартире. Однокомнатной. Ой, бедная кошка. Вот так вот показала вам зверинец. Ну ладно, может быть это тоже будет кому-то интересно. Итак, о чем мы говорили? О кайме и о пряже. В этом видео еще покажу процесс платья черная магия. Я его вяжу потихонечку. Сейчас у меня три основных процесса. И мельком покажу эту свою юбку. На каком этапе она у меня находится. Так что, те кто вяжет со мной в рамках платного мастер-класса. Еще останется два видео. Это соединение верха платья и низа. И у нас платье будет готово. Так что, все будет, мои хорошие. Я никуда от вас не денусь и все вам покажу. Итак, про кайму я рассказала. Пряжа идеально. Вот этот ирис подходит для кружева и тонкой обвязки. И еще отвечу на комментарий к вчерашнему ролику, где я вам рассказывала, как я смесую пряжу. Вы мне написали, что, ну как же, если вы переходите на более тонкую пряжу, то тогда получается сжатие. То есть, объем становится меньше. Да, конечно, вы правы, все правильно, сжатие произойдет, если вы не добавите определенного количества петель. Поэтому этот способ, который вот я применяю, меняя вот толстую пряжу, вот вы видите здесь толстая пряжа, на более тонкую, он подходит для тех узоров, которые можно добавлять, ну узоры на расширение, как вот и этот узор в данном случае. Здесь узор на расширение, можно варьировать вот в этих квадратах, можно даже в этих паучках добавлять петли. И узор, по сути, не поменяет свою структуру и, в принципе, будет выглядеть красиво. Как вот здесь, вы видите, вот от мелких квадратиков мы пошли к более широким квадратикам. Здесь же добавлялись петли. Вот и все. Конечно, когда вы перейдете на пряжу тоньше, то вы просто добавляете количество петель, так, чтобы она не стягивала полотно. И ваш низ изделия из более тонкой пряжи будет выглядеть очень-очень красиво. Вот, представляете, здесь пряжа была 450 метров в 100 граммах, а заканчивать я буду каймой, где пряжа 900 метров в 100 граммах. Представляете, да, как бы разницу, насколько здесь будет тонкое полотно. И, тем не менее, у меня же, вы видите, ничего не стягивает нигде. У меня же все красиво и хорошо. То есть, нужно немножко набираться опыта и, естественно, добавлять петель в свое вязание. Можно еще поиграться с крючком. Допустим, если вы здесь вязали толстым крючком, а здесь у вас пряжа тоньше, и вы не можете оставить этот крючок здесь, вы меняете крючок, подходящий для этой пряжи, и, опять же, добавляете количество столбиков. И у вас плотность, я имею ввиду плотность вязания, не будет стягивать полотно. Вот такой вот секрет. Опять же, если позволяет это сделать вам, добавить вам петель, ваш узор. Как правило, это позволяют все узоры на расширение. Таким образом, можно юбку связать, вверх, допустим, более толстой пряжей, а низ перейти на тонкую пряжу и на более тонкий крючок. Так что, мои хорошие, буду ждать от вас по поводу вот этой каймы. Нужен ли мастер-класс или нет. Чем хороша эта кайма? Тем, что, во-первых, она вяжется не сразу на всю ширину изделия, а вы вяжете вот отсюда, начиная, тут буквально 21 петля, и идете вот таким образом до нужной вам длины. Потом эта кайма либо вяжется, либо аккуратно пришьется к низу изделия, и все. То есть, минимальная, как бы, если вы где-то ошиблись, да, то рядочек в 20 петель очень легко распустить и поправить ошибку, чем когда вы на всю ширину каймы начинаете вязать. Представляете, если ошибкой вот этот весь ряд, который вы вязали целый день, вам придется распустить. Поэтому я вот остановилась на таком виде вот каймы. Итак, обещала я вам ролик про смену нити. Сейчас покажу, все-таки покажу свои процессы, поскольку такое большее видео влоговое, и потом покажу, как я меняю нить в вязаном изделии. Итак, мои хорошие, то, что показываю вам, нигде не могло уместиться, кроме как на полу. Вот я расстелила плед, чтобы показать вам масштаб вот этого изделия. Пряжа в 900 метров на 100 грамм и крючок единица. Это не быстрый процесс, как вы понимаете. Я уже перешла на последний, заключительный, вот четвертый ряд. Если вы посчитаете, то вот просматриваются уже 4 мотива вверх, то есть четвертый ярус я начала вязать. Мне где-то 19 вот таких мотивов останется связать. И там буквально на один день, два дня работы, это довязать вверх платья. Самая сложная часть, это вот я уже в каком-то видео показывала вам, там у меня клубочек в пакетике лежит, вот это уже связано, то есть начало, да, теперь я дошла до того момента, где нужно делать выточку на груди расширения и соединить верх платья. Верх платья тоже связан там 6 вот этих мотивов. Так что, как говорится, начать, докончить. Еще, конечно, предстоит много работы, поскольку у меня сейчас 3 процесса, над которыми я тружусь. Выкладываю ролики для вас практически каждый день. Поверьте, что эта работа еще та, чтобы, как сказать, находиться на плаву, потому что блогер постоянно должен выкладывать практически каждый день ролики на канал, чтобы быть на плаву и контент был интересным. А чтобы это все придумать, помимо того, что придумать, еще нужно это сделать. Так что, вот такие у меня дела. Еще я вяжу белый кардиган, летний кардиган, но там буквально по одному, по два рядочка двигается вверх, поэтому сейчас не буду даже показывать эту свою работу. Ну, думаю, что кто со мной давно на канале, вы знаете, о чем я говорю. Белый кардиган узором паучки. Вот, так что, немножко продвинусь, ну, чтобы было что показывать. И тогда уже вам покажу и эту свою работу. Сейчас вот прям вот я занимаюсь вязанием платья черная магия и сарафан сакура. Ну, а теперь давайте покажу, как я меняю ниточку в вязаном изделии. Итак, я дохожу до того момента, где мне нужно поменять цвет нити. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот, смотрите, вот с той стороны у меня, вот она, эта пряжа. Они очень похожи между собой. И мне здесь нужно уже сменить цвет ниточки. Смотрите, что я делаю. Вот эта ниточка одного цвета, вот эта ниточка другого цвета. И мне сейчас нужно перейти на вот этот цвет. Я не знаю, как вам, чтобы было понятно. То есть, ниточка, которую я вяжу, вот она. А пряжа, которую мне сейчас нужно поменять, она вот она. То есть, это два разных клубочка, чтобы вы понимали. Вот я дошла до этого момента. Ищу свою вот эту ниточку. И здесь, что я делаю. Я цепляю эту ниточку и вяжу три воздушные петли. Уже этой пряжи, на которую я сейчас буду переходить. Здесь вот эти три воздушные петли мне заменят столбик с одним накидом. И вхожу вот в эту петлю, то есть ту пряжу, которую я сейчас вот заканчиваю вязать. Все, я присоединилась. То же самое, если вам нужен столбик без накида, то вы тогда делаете столбик без накида. Вот здесь вот уже пряжей другого цвета. Эта пряжа у меня остается вот здесь, а этой пряжей я уже начинаю вязать. пряжей другого цвета. Раз, два, три, четыре. Здесь у меня идет паучок. Раз, два, три, четыре. Накид на крючок. И здесь у меня столбики с одним накидом под эту арочку. Раз, два, три, четыре, пять. И шестой столбик вот сюда, в этот столбик без накида предыдущего ряда, чтобы полотно было стабильным. Вот и все. Когда я подойду, то есть обернусь кругом, да, и подойду к этому вот моменту, второй ряд мне тоже нужно будет продолжить вязать этой пряжей. Но эту ниточку мне нужно будет поднять. Понимаете? То есть ее нельзя оставить непровязанной. Потому что, когда вы будете сменять ее через ряд, у вас здесь будет вот такая прожилка некрасивая. Это то, о чем я вам говорила. Вот сейчас покажу. Вот здесь вот. Некрасивая, ну как, не знаю, сейчас будет видно, не будет. Вот то, что я вам говорила, хочу отделать здесь кружевом, чтобы убрать это безобразие. Сейчас постараюсь найти. Тут же тоже пряжа менялась. Вот, видите? Вот она эта прожилка. Вот так делать не надо. Нужно всегда поднимать пряжу вверх, в другого оттенка, либо воздушными петлями, либо столбиком с накидом. Я поднимаю воздушными петлями. Вот. И тогда получается очень-очень незаметно. Я вам сейчас покажу. Причем, когда пряжа тоньше, это вообще незаметно. Вот здесь вот, вы видите, пряжа была толстая, и мы видим вот эту смену нити. Вот видите, я воздушными петлями здесь поднималась. Не просто поднимала непровязанную ниточку, а поднималась воздушными петлями. И вот здесь это видно, но не так критично. Когда пряжа тоньше, вот как здесь у нас, что здесь идет? Виолетта и Анна 16. Я уже перешла на более тонкую пряжу. Я вам сейчас покажу. Вот здесь вы точно не увидите, что здесь идет смена нити. Вот в этом месте, вот она же, эта ниточка у нас осталась. Вот, вы видите, да? И вот здесь вот идет смена нити. Видите? На тонкой пряже, даже при пристальном внимании, вы это не найдете. Это потому, что поднимаемся воздушными петлями. Так, я не дорассказала до конца. То есть, провязав ряд, встретившись вот здесь, с этой ниточкой, мне нужно продолжить вязание опять этой пряжи, не этой. Но эту пряжу я вот здесь вот поднимусь воздушными петлями, соединю с этой петлей и опять ее оставлю за работой. И продолжу вязать этим вот оттенком, то есть Анной 16, которая вот грязная пыльная роза. Уже через ряд я уже перейду на этот оттенок. И уже потом буду поднимать воздушными петлями вот эту пряжу. Короче, смену нити делаем воздушной петлей. Вот в этом и весь секрет красивого вязания и красивой смены нити в полотне. Думаю, что это я вам донесла до вашего сведения. Думаю, что этот урок пригодится, потому что я люблю, очень люблю цветное вязание. Тем более, когда вот такая красота, вот такой градиент получается. И вот этот метод очень хорошо сюда подходит. Так что берите себе в копилочку, вяжите красиво. Пусть вам вязание доставляет удовольствие. Ну, а я всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока!